Привет, это iPad Pro 12.9 дюймов на процессоре M1. Очень классное устройство, о котором, собственно, сегодня я вам буду рассказывать. В свое время я пользовался таким же iPad, только не на M1 процессоре, а на A12Z Bionic. И для меня эта диагональ оказалась избыточной. В итоге, да, я перешел на iPad Air на M1 и вообще ни о чем не жалею. Этот iPad мне подогнали ребята из магазина TechnoDeus, за что им еще раз большое спасибо. У них есть отличный магазин, как физический, так и интернет-магазин. Очень хорошие цены, гарантия, доставка по всей России и Белоруссии. На сайте у них есть очень много всяких интересных штук, не только от иплана, но еще и от Samsung, Google Pixel и так далее. Так что, если вам нужно купить технику по хорошей цене, обязательно переходите по ссылке в описании в магазин TechnoDeus. Начинаем с очень интересной темы, такой как позиционирование iPad Pro. Это устройство занимает место между ноутбуком и телефоном. Собственно, как нам говорили на презентации, на нем вполне комфортно работать, но со сторонними аксессуарами. На мой взгляд, это такие как карандаш, клавиатура или мышка. Потому что то, что вы получаете из коробки, то есть сам планшет, это все замечательно круто. Но в комфорте работать какие-то там, делать презентации, рисовать и так далее, конечно же, лучше со сторонними аксессуарами. Я использую iPad'ы достаточно давно и, на мой взгляд, все-таки это устройство больше для потребления контента. Сейчас прошки достаточно мощные, в них стоят такие же чипы, как и в MacBook'ах. Их очень много памяти, можно выбрать аж и до целых двух терабайт. Есть, кто бы что ни говорил, но хороший профессиональный софт для работы с графикой, видеомонтажом, либо обработки фотографий. Конечно, он не заменит ноутбук, это однозначно все-таки операционная система, это немножко такие разные вещи, но он лучше телефона, на мой взгляд. То есть на нем потреблять контент и делать какие-то штуки гораздо более приятнее и удобнее, нежели чем на телефоне. Дизайн этого планшета точно такой же, как и прошки 2018 года. Собственно, он, на мой взгляд, очень крутой, классный, удачный. Кто бы что ни говорил, даже сейчас он смотрится вполне актуально, хотя дизайну уже, посчитайте, 6 лет. С точки зрения эргономики, вот именно большой планшет мне зашел гораздо меньше, нежели чем мой IPTR на 10,9 дюймов. Для меня все-таки это действительно очень огромный планшет и держать его на весу не совсем комфортно, особенно если вы играете в какие-то игрушки-стрелялки, например там PUBG или Call of Duty. Смотреть видосики ок, нормально, но вот именно вот так вот держать на весу, ну вообще прям не очень удобно. Так что если вы все-таки решите купить этот планшет, сразу закупайте к нему чехол, чтобы можно было поставить его на стол, ну и геймпадик. Еще лучше прикупить какой-нибудь от Xbox или от PlayStation, чтобы подключить без проблем и играть в свои любимые игрушки, благо iPadOS дает нам такую возможность. А так дизайн очень крутой, очень удачный и ходят слухи опять же, что в 2024 году выйдут новые прошки с немного иным дизайном, ну который будет чем-то похож на iPhone 15 линейку. Ну окей, я не думаю, что там супер какие-то будут кардинальные сдвиги в дизайне, все-таки этот дизайн очень удачный, еще раз повторю, итог такой. Он даже актуален на мой взгляд и в 2024 и в 2025 году. Одно из главных преимуществ этого планшета, естественно, это его большой классный суперэкран. 12,9 дюймов мини-лет экрана с разрешением 2732 на 2048 пикселей. Высокий показатель контрастности и новая система подсветки делают черный цвет заметно ближе к натуральному, что является огромным плюсом при просмотре любых видео. Напомню, что начиная именно с этих моделей в 12,9 дюймовые прошки стали устанавливать вот этот вот мини-лет экран, что было до, на iPad 2018 года, 2020, прошки большие, там была обычная IPS-матрица. Ну, на нем тоже комфортно смотреть, было видосики, но все-таки на этом мини-лет, понимаете, особенно если вы смотрите контент какой-нибудь с Apple TV+, благо там очень много контента на русском, к сожалению, сейчас его пока не переводят. Одно удовольствие, такое ощущение, что вот этот контент, который в Apple TV+, прям специально делается под вот эти вот iPad'ы. Естественно, этот планшет создан для того, чтобы смотреть на нем кино, YouTube, играть в какие-то игры. Это очень крутой экран, который вообще, на мой взгляд, не имеет никаких минусов. Да, есть инфа, что будет какой-то OLED, суперкрутой в новых прошках, но даже если это произойдет, эти экраны не станут вообще хуже. Углы обзора этого экрана прям фантастические, как ты бы его не повернул, всегда все видно. Это очень круто, вот за что я люблю Apple, за то, что они всегда ставят очень крутые экраны. В этом планшете стоит чип M1, собственно, точно такой же, как и в культовом, не побоюсь этого слова, MacBook Air на чипе M1, который выходил в 2020 году. Вы только вдумайтесь, в планшете стоит чип точно такой же, как и в MacBook'ах. Вот у меня вот там, вы не видите MacBook Pro на M1 Pro, правда, но, тем не менее, это тот же самый чип практически, это очень круто. Вы спросите, зачем там нужен чип M1, а я вам отвечу, так как это Pro инструмент, естественно, там должен быть и очень мощный процессор, который будет справляться абсолютно со всеми задачами, без каких-либо проблем, и долговечность этого устройства также будет обеспечиваться таким железом. На этом планшете можно спокойно монтировать видео, работать с фотографиями, с графикой, софта действительно много, но, конечно же, не так, как для компьютеров, но, тем не менее. Если вы зайдете в App Store, то увидите, что действительно очень много различных инструментов для того, чтобы комфортно работать. Но, опять же, этот планшет не заменит нам Mac, это прям 100%, это такой больше, на мой взгляд, походный, лайтовый вариант, который вас, по идее, не должен подвести. Но, если вы все грамотно настроите в этом планшете, да, так и будет. Все современные игры и приложения будут идти на нем без каких-либо проблем. В App Store вы можете найти такие приложения, как Final Cut, DaVinci Resolve, LumaFusion и Affinity Photo. Естественно, есть еще и Procreate, Logic Pro, если вы делаете музыку. Это очень крутые приложения, которые, да, может быть и не бесплатны, но где вы видели хорошие, классные приложения, бесплатно. Этот планшет поддерживает последние крупные релизы, это Resident Evil и Death Stranding. И в будущем, я уверен, что эти игры, список этих игр будет все пополняться. То есть, крутые вот такие вот тайтлы будут выходить. Но, опять же, они будут поддерживать исключительно только планшеты, ну, новые айфоны, которые выходят на чипах M. Поэтому вы спрашиваете, зачем тут нужен M-процессор. Для того, чтобы работать с фотографиями, с видеомонтажом и играть в очень крутые современные игрушки. Также к этому планшету можно подключать USB Thunderbolt, аксессуары и даже Pro Display XDR. Вот такую вот крутую штуку, которая стоит, конечно же, дорого. И после этого, что вы хотите сказать, это не профессиональный инструмент. Когда вы подключите свой планшет к этому экрану, то у вас получается практически macOS. У вас еще клавиатуру, мышку можете подключить по Bluetooth, и вообще красота будет. Прям переносной такой настольный ПК. Этот планшет работает под управлением iPadOS 17, и, естественно, она работает на нем идеально. Вообще никаких лагов, фризов, подвисаний, каких-то сбоев за то время, что я его использовал, я не увидел. В крупных релизах на планшеты добавляют эксклюзивные фишки, которых нет на iOS. Ну, это логично, все-таки iPad это планшет, который имеет возможность подключения сторонних аксессуаров, таких как Apple Pencil, клавиатура, мышки, трекпады и так далее. Поэтому он получает больше таких эксклюзивных фишек, которые чем-то напоминают настольную операционную систему. Это очень круто. Многозадачности хватит для большинства задач, но можно, на мой взгляд, лучше ее как-то реализовать. Но все-таки мы, мне кажется, очень много требуем от планшета. Планшет это больше такое, на мой взгляд, вспомогательное устройство и устройство для потребления контента. Ну да, где-то в дороге оно вас может выручить для того, чтобы создать тот же самый контент. iPadOS, на мой взгляд, очень интересная операционная система, но мне кажется, что Apple должна выводить iPadOS на какой-то действительно новый уровень. У меня, если честно, нет никаких предложений к этому, но все-таки я думаю, что можно давать каких-то больше возможностей пользователям для кастомизации, для каких-то еще интересных фишек в плане работы на этом устройстве. Но я думаю, что это все будет у нас с вами впереди. Про аккумулятор пару слов. С учетом того, что это очень большой планшет, 12,9 дюймов, естественно, тут установлены большие аккумуляторы. По заверению Apple можно смотреть видео до 18 часов и в игрушки играть примерно часов 5-5,5. Мне кажется, это вполне неплохой результат. При средней загруженности этого планшета примерно на 2 дня должно хватить, плюс-минус опять же. Но вы учтите, что все зависит от того, как вы используете планшет, какими приложениями вы пользуетесь, как у вас настроена iPadOS. Это очень важные моменты, которые все упускают. Поэтому прежде чем писать в комментариях, сколько держит этот планшет, вы подумайте, что вы на нем будете делать. Если будете играть на максимальной яркости в какую-нибудь супер требовательную игру, то, конечно же, он не будет у вас держать там 2 дня. Какой бы супер крутой, оптимизированный он не был, все зависит от того, как у вас настроена iPadOS и как вы его используете. В этом планшете установлены две камеры, основная и сверхширик на 12 мегапикселей. На мой взгляд, этими камерами пользоваться смысла вообще никакого нет. Лучше купить какую-нибудь либо камеру профессиональную, либо там тот же самый iPhone. Эти камеры существуют только для того, чтобы делать FaceTime звонки и снимать какие-то фотки, типа документы и вот что-то типа такого. Не надо питать иллюзией, что здесь установлены супер крутые камеры. Да, может быть на бумаге они смотрятся достаточно неплохо, но по факту при плохом освещении получаются посредственные снимки, поэтому не нужно делать большую ставку на камеру этого планшета. Ну и давайте подведем итог о этом планшете. Мне кажется, что именно большие вот эти прошки нужно покупать, только если вы действительно понимаете, зачем они вам нужны. На мой взгляд, вы должны использовать его прям по максимуму, а не просто смотреть видосики какие-нибудь там в YouTube. Для этих целей, на мой взгляд, идеально. Просто подходит либо iPad 10, либо iPad Air на M1. Они стоят дешевле и они более компактные. И производительности там хватит тоже так же для игрушек, для просмотра видосов вообще без проблем. Ну а когда ты покупаешь опрошку, то, наверное, ты должен где-то там понимать, зачем она тебе нужна и как ты будешь ее использовать. Ну и про аксессуары не забываем. Все-таки аксессуары для этого планшета стоят, как iPad 9-го поколения, например, вот эта клавиатура прекрасная с трекпадом, она, помню, стоит 30 тысяч рублей. iPad 9 стоит 28 тысяч рублей на секундочку. Опять же, нужно понимать, зачем вам это нужно, как вы все это будете использовать. А не так, что ты просто купил планшет за 100 тысяч и сидишь, смотришь на нем YouTube. Ну, на мой взгляд, это очень какая-то странная тема. Но, опять же, если ты не миллионер, почему нет? Я уверен, что большинство людей такие планшеты не нужны, но все же, если они вам нужны, опять же, в Techno Deus Welcome, там вам помогут с выбором, может быть, и на M.2 какой-нибудь подберут, либо там iPad Air посоветуют. В общем, все, как я и говорю. Большинству людей, мне кажется, такой планшет, он избыточный. Он нужен прям для каких-то профессиональных штук, для того, чтобы он как-то действительно облегчал вам жизнь, а не просто вот так вот поставить его и смотреть YouTube. На канал обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые видео. Я буду прощаться дальше больше. Всем здоровья и пока!